12 стих из 2 главы книги Откровения 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 откровение Христа в церкви – это обращение Христа. Обратите внимание, с каким обращением Христос обращается к церкви – это была и проблема. Что я имею в виду? Смотрите, что он здесь говорит. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Что это? Мы сейчас поговорим, вникнем немножко об этом. Но он говорит о том, что самая главная атака, которая пришла на эту церковь – это поставить под сомнение, кто такой Христос, как что Он есть то Слово, которое создало все. То Слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодать и истины. То есть, атака в этой церкви было и есть причины этому, почему это было, в каком городе находилась эта церковь, почему именно с этих слов начинает Христос. Так говорит. То есть, опять напоминаю вам те слова, что мы говорили в прошлый раз в других церквях, он с тем же обращением говорит, так говорит тот, кто учит, тот, кто увещевает, советует, командует, направляет. Тот, кто. Именно что я хочу, чтобы пергамская церковь понял, Христос говорит, что я главнокомандующий, который есть меч обоюдоострый. Острый еще имеет в греческом значение это слово, как острый, как острие меча. Но также имеет еще значение «быстрый». Слово «быстрый» тоже это правильное употребление мы можем использовать здесь, что обоюдоострый меч, быстрый меч, который проникает. И речь, когда идет о мече, здесь идет острое копье. Это одно значение этого слова. Обоюдоострый меч, острое копье, которое пронизает в глубину тела человеческого. И также это меч, который солдат носит на правой стороне своего плеча. Это меч с обоих сторон. Конечно, Христос говорит здесь именно о себе. Смотрите, что в послании к евреям мы читаем. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышление намерения сердечной. Эту способность имеет только Христос посредством Слова, которое мы с вами имеем». Когда пришла полнота времени, Слово, которое мы с вами имеем, Слово стало плотью, стало обитать с человеком. И сегодня Христос также обитает Своим народом, Духом Святым, живущим в нас. То же самое Слово, которое мы сегодня читаем, изучаем, оно обитает внутри нас. С обеих сторон меч, мы уже говорили об этом, что это меч, который проникает, да? Итак, смотрите, что Христос говорит в 19 главе книги Откровения, что Он говорит именно о себе. Почему мы говорим, что так говорит имеющий острый с собой сторон меч, что это есть Слово, это есть Христос. И мы говорим, я говорю о том, что шла атака именно на Слово Божие, именно на Христа. То есть, Откровение Христа в этой церкви через Слово было упрятано. Слово пришло, ну как вам сказать, в такую, ну, перестало быть авторитетом в церкви. И этому были свои причины. Откровение 19 глава, 12 стих. Мы читаем. «Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диодим. Он имел имя, написанное, которое никто не знает, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему Слово Божье. И воинство небесное следовало за Ним на конях белых, облеченных в весон белый и чистый. Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей Господь господствующий». Царь царей Господь господствующий и именно обращается к этой церкви. Это то, что было сокрыто от этой церкви.